Добрый день, уважаемые участники онлайн-конференции! Я Заренда Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы из города Пскова. Хочу, ну, хотелось бы познакомиться с вами, откуда вы, из каких городов вы тоже принимаете участие в этой прекрасной онлайн-конференции. И кто работает в школе из вас, кто не работает в школе, хотелось бы узнать. Я в начале своего выступления хочу рассказать о том, как я училась, заканчивала курсы в Санкт-Петербурге в филиале Эриксоновского международного университета в Санкт-Петербурге уже повторялись на четырёхмодульные курсы «Наука и искусство коучинга». Получила огромное удовольствие от этих курсов. Очень много-много нового узнала о коучинге. Поняла, что это наука, которую мы можем успешно использовать в работе педагогической нашей в школе, особенно с переходом на новые федеральные государственные стандарты. Вот спасибо, вижу. Из Казахстана учитель истории и самопознания, из Ростова, Новодвинска, Архангельская, Москва учитель информатики, из Кургана. Спасибо большое, очень приятно общаться с такими людьми, с нашей великой Родиной. Так вот, я хочу сказать о том, что с введением новых образовательных стандартов в профессиональную жизнь педагога входят понятия универсальные учебные действия и компетентностный подход. В свою очередь, компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность учащихся, а умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности и овладение способами деятельности. В разработке урока, вот я хочу представить сегодня разработку одного моего урока, где я использую коучинговую технологию или технологию коучингового подхода. Так вот, эта технология позволяет мне, например, на уроке транслятора знаний превратиться в человека-навигатора, организатора учебной деятельности у детей. Как я считаю, что учитель становится человеком, в первую очередь поддерживающим, создающим атмосферу творческого потока, партнером, сотрудником и коучем, сопровождающим учащегося в его индивидуально-личностном развитии. Дело в том, что все приносящие удовлетворение образовательного проекта начинаются и заканчиваются четырьмя стадиями, которые детально изучены в коучинге. Первое — это вдохновение. Второе — осуществление плана. Третье — интеграция ценностей. И четвёртое — завершение. Все эти стадии прослеживаются в конспекте урока. И я, как учитель-коуч, на каждом этапе помогаю ученикам планировать свои действия, распределять ресурсы и самостоятельно получать новые знания по данной теме урока. И вот конкретно хочу вас, уважаемые коллеги, познакомить с уроком исследования по теме буквы «ЮА» после шипящего в корне пятом классе. Начинаю урок со следующих слов. У нас, ребята, есть 40 минут. Что вы хотите прояснить для себя по теме урока буквы «ЮА» после шипящего в корне? И предлагаю ребятам запомнить лист ожидания. Лист ожидания, на котором мы записываем все те вопросы, которые должны обсудить на уроке, что ребята должны узнать на уроке. И вот, например, узнать, когда пишется буква «ЮА» или «О» после шипящего в корне, в каких словах, в какой позиции они находятся, ну и так далее. И после того, как вы этот лист ожидания оформите... Кстати, я хочу сказать, что лист ожидания я на очень многих уроках использую. Это очень помогает организовать ребят на определенную деятельность по какой-то теме. И сейчас они уже привыкли, ребята уже знают, и с самого начала урока это легко. Мы делаем буквально в течение 1-2 минут это маленькое упражнение. Так вот, после заполнения листа ожидания, я у них спрашиваю, как вы знаете, что достигли результата? То есть вот урок я построила по стреле. Почему для вас это важно? Какой выбор стоит перед вами? Как вы можете этого достичь? Что самое важное будет в решении вашей задачи по данной теме? Что будет самым наилучшим результатом к концу урока? Ну и, конечно, ребята отвечают. Так как это пятый класс, они очень активны и легко идут на контакт. Они понимают, что это игра. Вот им кажется, что с ними играет учитель. В процессе игры мы решаем очень серьёзные и важные процессы обучения. Затем мы обращаемся уже непосредственно к теме урока. И, например, я им предлагаю, говорю о том, что кот Матроскин из мультфильма «Лето в простоквашне» написал письмо дяде Фёдору. Послушайте его содержание. Ну и, конечно, используя интерактивную доску, где текст письма читает ребёнок. Этот текст он проецирован. Ну, дядя Фёдор, мы живём хорошо, хозяйство наше постепенно растёт. Прилетел рой к чёл. У коровы появился красный-чёрный, красивый чёрный телёнок. Жёлтые цепиаты уже подросли. Ждём гостей. Твои кот Матроскин и шарик. Но слова, где есть пчёл, выделены чёрные, жёлтые, после шипящих, ё или о через дров. Непонятно. Нам нужно решить эту задачу, как правильно писать. Так вот, я обращаюсь к ребятам. Ребята, Матроскин нужна ваша помощь. Он не знает, какую букву нужно писать слова пчёл, чёрные и жёлтые. Я очень хотела бы узнать, могли бы вы ему помочь найти правильное решение этой проблемы. Если взять шкалу от 1 до 10, мне интересно, на какой цифре вы сейчас находитесь по решению этой задачи. Ну вот, ребята определились, что на цифре 6. Я дальше у них спрашиваю, а на цифре 10, что для вас будет самым важным? Ну, они отвечают. Отвечают ребята очень легко, хорошо освоить данную тему. Они прекрасно понимают, зачем они пришли на урок и что от них требует. Ну, а что нужно сделать, чтобы подняться на цифру 7? Я у них спрашиваю. Тогда они отвечают. Нужно выписать слова. Вот пчёл, чёрный, жёлтый и подобрать к ним проверочные. И пытаются это сделать. Пчёл, пчелиный, например. Чёрный, чернеть. Жёлтый, желтеть. Абсолютно правильно. Если считать, что ребята не знают ещё это новое правило, мы не читали его в учебнике, то ход мыслей у ребят очень, конечно, хороший. Так вот, я тогда у них спрашиваю, ребята, а какой звук слышится? Чёрный, жёлтый, пчёл. В какой морфеле эти орфограммы? Мы выясняем, значит, что это в корне. Находится орфограмма под ударением или нет. Конечно, под ударением. И, ребята, конечно, им очень интересно самим сделать вывод, и они делают вывод, что нужно сделать для того, чтобы правильно написать букву после шипящих в корне слова. И они выводят это правило сами. Во многих корнях слов под ударением после шипящих произносится О, а пишется Ё. И если это О чередуется с Е в родственных словах, они говорят уже на основании своих, так сказать, знаний. Например, жёна, женщина, шёл, шёпот, шепчет, и так далее. Они выводят сами правила. То, в общем-то, которое нам и нужно выяснить на уроке. Ну, а теперь я предлагаю, ребята, прочитать это правило в учебнике. Один ученик читает, они рассматривают таблицы, на которой графически обозначено правило, о котором идёт речь на уроке. Ну, и я говорю о том, что они абсолютно правильно определили, какую букву нужно писать в корне после шипящих Ё или О. «Но мне хотелось бы знать», говорю я, «Все ли вы поняли эту тему хорошо? Мне интересно, а что нужно сделать, чтобы подняться на цифру 8 по шкале от 1 до 10?» Ну, они говорят, «Надо потренироваться, конечно же, правильно писать эти слова. А ещё, говорю я, спрашиваю, поработать с учебником. А что ещё, я им говорю? Они говорят, поработать в группах». Ну, эти формы работы, они все знают, поэтому также легко, вот, в общем-то, говорят это. Ну, и класс делится на три группы по рядам и выполняет задания, которые уже лежат на партах. Заранее я им приготовила. Это задание исправить нужно в лингвистической задаче ошибки, которую решал Шарик. Мы, у нас тема одна, мы работаем по мультфильму «Лето в Простоквашине». И ребята выясняют, у них нужно найти ошибки. В магазине продавали лёгкие продукты, смех и уважение ветеранам Великой Отечественной войны, на дубе растут яблоки. Им нужно найти, подобрать справленные слова и справить ошибки Шарика. Ну, и они вот подбирают, что правильно здесь, слова для справок, лёгкие и дешёвые, снег, почёт, яблоки, жёлуди. И поэтому они говорят «Почёт» и уважение ветерана Великой Отечественной войны. Но в слове «почёт» нужно вставить правильную букву «Ё» или «О». Они решают сами. Конечно, «Ё». И также на дубе растут яблоки. Яблоки или жёлуди. Конечно, на дубе растут жёлуди, говорят ребята. И также пишут в слове «жёлуди» буква «Ё». Потому что можно, во-первых, подобрать проверочное слово «жёлудиовый». Ну, а во-вторых, они прочитали правила и сами, в общем-то, вывели его о том, что в корне после «шипящих» под ударением пишется буква «Ё», а не «О». И, например, в магазине продавали лёгкие продукты. Но лёгкие, мы заменим словом «дешёвые», конечно. И после «Ша» здесь тоже нужно писать букву «Ё». Эта первая группа выполняет такое задание. Вторая группа исправляет ошибки, написанные Петей Ошибкиным. В словах «шёпот», «пришёл», «расчёт», «шорох», «чёлка», «кружённик», «решётка». У Петя Ошибкина очень много ошибок. Он в слове «шёпот» написал букву «О» после «Ша», «пришёл» после «Ша», «О», «шорох», ну, это слово правильно, «чёлка» после «Че», «О» также, поэтому ребята ищут правильный, опять же, ответ и находят, и говорят о том, что в слове «шёпот» нужно писать букву «Ё», потому что «шёпче», во-первых, можно подобрать слово с «Е», но, во-вторых, работают правила, о которых я уже говорила. Точно так же «пришёл», после «Ша» пишем «Ё», потому что «шёпче» есть такое слово, «шорох» – это слово-исключение, мы о нём будем говорить, «чёлка» – то же самое, «чёба» от слова можно привести примеры. И третья группа тоже выполняет задачу, ей нужно заменить прилагательные в данных словосочетаниях антонимичными. Например, «мягкие подушки», то есть «жёсткие», подбирают антоним. Опять в слове «жёсткие» какой же писать букву? «Ё» или «о»? Опять ребята находят правильное решение, используя учебник уже правило, «лёгкий рюкзак» – «тяжёлый рюкзак», «мягкий хлеб» – «чёрстый хлеб», «белое платье» и «чёрное платье». После того, как ребята выполнят эти задания, они защищают свои ответы, объясняют, выходя к доске, кто-то на интерактивной доске работает, кто-то просто на белой доске работает, объясняют, рассказывая, как, каким путём они пришли к этому. Учитель, я дальше говорю. Дети, какие следующие шаги вы можете сделать, чтобы подняться ещё на одну ступеньку, выше, по шкале, на цифру 9? Они говорят, поработать со словарями нужно, потому что очень много слов входит в группу по этому правилу сложных слов, трудных, с которыми нужно знакомиться со словарем. И на парках у них лежат словари, и на четырёх парках в словаре и карточке с заданиями, я говорю, мне интересно знать, как вы справитесь с заданиями, написанными на карточках. Ну вот, например, задание первое. Найдите в толковом словаре определение данных слов. Жонглю, шокель, капюшон, трущоба, шоссе, щёголь, шорник, жёлоб, бичева, челна, чечётка, жёрнов, чёпорный, 10 шокелей. Ага, вижу вопрос. А какие коучинговые приёмы используются? Ну вот здесь работа со шкалой, мы работаем по шкале. Да. Ну и всё-таки вот я выстраиваю урок по стреле. По стреле. Мы дальше... Ну вот другие техники я не брала здесь, а вот в основном разбираем, значит, по шкале идём и шаги. Вот дальше у меня должны быть ещё шаги. Какие шаги ещё мы делаем? Шаги действия по, значит, по нашему... по нашей теме урока. Ну и дальше мы работаем со словарями. Ребята также, значит, находят определение. Затем работают со словарем фразеологизмов, где также подбирают уже фразеологизмы с этими словами. А затем подбирают слова с буквы Ё, после шипящих корней по соответствующим значениям. Плод дуба жёлт. Например, тот, кто любит нарядную изысканно одеваться, это щёголь, танец с частым дробным пристукиванием, чечётка, тонкая верёвка бича и так далее. Ну и можно сделать и уже словообразование здесь работает. Щель, щёлка, щёлочка, пчела, пчёлка и так далее. Ну а затем мы идём далее и подбираемся уже. Ребята, скажите, пожалуйста, как вы можете продвинуться ещё дальше на цифру 10. Вот последнее задание перед цифрой 10 значит даётся довольно сложное, где нужно почтальону Печкину разнести почту помочь в дом номер 10, где живёт дядя Фёдор со своими родителями. И вот какой-то хулиган, я им говорю, снял таблички с подъездов и теперь слова не могут найти свои квартиры. Так вот, попробуйте помочь ему разносить таблички и проводить каждое слово до нужного его подъезда и квартиры. Ну и данные слова, кружёвник, шов, чёпорный и трущобок, бесчёрстность, сильный ожог, обжора и так далее на данное правило. Ребята выполняют подъезд номер 1, подъезд номер 2, раскладывают вот эти слова правильно, которые пишут с буквой Ё, подъезд номер 1, и подъезд номер 2 с группой О, с буквой О. Раскладывают. Это вот на цифру 9. А дальше, чтобы подняться на цифру 10, то есть окончательно убедиться мне как учителю, что ребята усвоили тему очень хорошо, значит, я предлагаю написать какую-то творческую работу с использованием словно изученное правило. Ну, например, письмо от Ред, потом от Роскину, от дяди Фёдора, включив туда слова на изученное правило. Пять-восемь предложений. Ну, и вот последний этап урока, последние 10 минут, ребята пишут вот это сочинение, мини-сочинение, миниатюрку с использованием данных слов. Ну, а потом прослушиваем, не все, конечно, определенные там 3-4 работы ребята обсуждают, а все остальные потом собираются. Ну, и потом я предлагаю ребятам обратиться к листу ожидания. Все ли, что вы отметили в начале урока, спрашиваю я у ребят, изучили в течение урока? Ну, и один ученик отмечает маркером галочки выполненных вопросов. Все ли мы сделали? Ну, практически было все. Вот на этом уроке было все выполнено. Если что-то мы там не доделываем, то это переносим на следующий урок, и уже возвращаемся на следующем уроке дорабатываем. Вот. Ну, и подводим итоги, и в конце я говорю, ребята, что было для вас самым ценным и полезным на этом уроке. Ну, и ребята подводят итоги урока. Сами еще раз обобщают все, что они делали на уроке, какие упражнения, какие задания были выполнены для того, чтобы было сделано это задание, и тема была усвоена. Ну, и потом учитель задает им домашние задания, определенные на эту тему. Вот я говорю, мне интересно будет посмотреть, как вы выполните домашние задания на данную тему. Выучить правила, задает там такой определенный паразл, или составить словарь из словарных слов, здесь есть слог и составить словосочетание, или сочинить стихотворение. Используя слова, наизвученное правило, каждый ученик выбирает задания по душе, как говорится, но все задания, можно сказать, творческие, где ребята уже развиваются творчески по данной теме, и таким образом закрепляют эту тему, и мы идем дальше. Я хочу сказать о том, что вот шкалу новой знаний, шкалу я использую для получения новых знаний учащихся, то есть на уроках, где мы знакомимся, сколько времени вы уделяете рефлексии. Рефлексия буквально где-то минут, максимум 5. Лист ожидания, лист ожидания для достижения учащихся, а также стимулятором действия. Он заполняется отдельно для каждого, или это общий список? Нет, лист ожидания общий, мы пишем его на доске, вывешивается лист, а где-то А3 такой, не очень он большой, и общий для всех. Спасибо за урок, можно будет посмотреть на сайте? Ну, можно будет, да, потом я вывешу. Да, да, можно будет урок, это именно разработка. Вот я хочу сказать о том, что, да, я уже пробовала, такие смыслы, которые где-то понимают, хотя к этому их нужно приучить. Да, согласна, конечно. Зато потом стоит забыть об этом, пока вот они просят абсолютно, да. В первых рядах, конечно, активные, но их можно привлекать и те, кто отсиживается. Так вот я хочу сказать, что именно привлекаются, увлекаются, правильно сказать, вот те, кто отсиживается на обычных уроках, которые сидят вот там, на галёрке, как говорится. Поэтому и ещё перед каждым уроком, вернее, перед каждым, в начале самого урока, я вот взяла с курсов, с курсов коучинга, мы начинаем урок с такого потирания рук, потом такое похлопывание, похлопывание, сниси, 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 и вот такой, и такое вот приветствие у нас. Ребята привыкли, если я вдруг забываю, это настрой очень хороший на урок. Они как-то взбадриваются все, и им с удовольствием, им хочется заниматься русским языком, хотя это очень трудный пример. Вот, поэтому мне это очень нравится. Коучинг вообще, я просто влюбилась в коучинг, и, к сожалению, у меня единомышленников в школе пока очень-очень мало. Я одна пытаюсь привлечь своих коллег к этому, потому что это, я считаю, что это будущее нашей школы коучинга, вот тем более, ещё раз повторяю, в связи с введением новых федеральных стандартов, потому что они как раз, вот нас на это и нацеливают, чтобы ребёнок сам ставил задачи, сам находил эти решения, ну, больше самостоятельности предоставлять детям. Поэтому, конечно, мне очень нравится, я буду продолжать этим заниматься. Я этим занимаюсь также и в воспитательной деятельности. Я как классный руководитель провожу ещё и кучи сессии с ребятами, и с родителями тоже. Ну, не совсем и бывает, как вот нам говорили на курсах, это не наш клиент, такое тоже бывает. Но стараюсь как-то достучаться до каждого ребёнка и до каждого родителя, чтобы как-то вот их в позитив направить, в позитив и развить их. Вот. Так что, вот, наверное, моё время уже истекает. Всем спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Хотелось бы поближе познакомиться, а, две минуты ещё. Хотелось бы поближе познакомиться ещё со многими. Поэтому, думаю, что на сайте где-то, на талии, будут все материалы и адреса электронные, чтобы с кем-то связаться, пообщаться. Потому что очень-очень интересная эта наука, которую нужно нам развивать и внедрять в школу нашу, в российскую сейчас. Это вот моё мнение. Уже из практики маленькой, у меня практика маленькая, но очень-очень интересная. Поэтому всем огромное спасибо. Наверное, все уже. Спасибо, Наталья Ивановна, за такой вдохновляющий рассказ о Руке. Ну что же, и я теперь хочу передать слово Алене Андреевне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.